Дай почитать. Каждый лауреат премии ТЭФИ и Светланы Конниковой, писателя и блогера, твоя презентация «Как добиться успеха» будет интересна и полезна не только учениками-студентам, но и взрослым людям, которые имеют практику публичных выступлений или встали на этот путь. К сожалению, немало людей уверены, что презентация – это набор слайдов, комментариев к ним и выступления перед аудиторией. Но презентация – это любое осознанное выступление. Это может быть даже тост на дне рождения, доклад на занятии или конференции. И объяснение родителям, почему поход с классом для тебя так важен и необходим. Кстати, картинки, музыка, видео – совсем не главный элемент презентации. Хорошая презентация – это информация и внимание слушателей. Главное в презентации – это не сказать, а запомниться. Дело в том, что люди дают оратору всего лишь 8,5 секунд. Понимаете, не минут, а 8,5 секунд. А потом, если их ничего не тронуло из увиденного и услышанного, отключают свое внимание. И здесь важно привлечь внимание аудитории. Способов на самом деле немало. Стоит помнить, что начало и конец – это очень важно. Что готовить их нужно отдельно и даже заучивать наизусть. В книге «Десять глав» с примерами, советами, заданиями. Например, глава «Ой, мамочки, как страшно» о преодолении страха перед публичным выступлением. А боятся его 70% людей. Глава «Что мне надеть» посвящена правилам выбора одежды для выступления. Ведь одежда – это часть презентации. Такая же, как слайды, наглядные пособия или видеоролики. Она не может быть первой попавшейся. Ее надо подбирать тщательно. А еще для красивого звука лучше сделать голос на том ниже, чем ты привык. И девочкам нужно помнить, что высокие женские голоса хуже воспринимаются ухом, чем низкие мужские. Разумеется, 50% успеха зависит от того, что ты говоришь. А 50% – как ты говоришь. И никогда не показывайте своей неуверенности, подышите глубоко и покоряйте, просвещайте и очаровывайте публику. 6+. ДАЙ ПОЧИТАТЬ ДАЙ ПОЧИТАТЬ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И.Г.